приветствую друзья и подписчики дорогие сегодня стартует рубрика пустые и не только баночки и у меня набралась такая корзинка которую вы видели в одной из моих покупок покупках я решила ее приспособить под пустые баночки и тут в принципе набралось уже много и не это мешает я хочу все это выкинуть по мере возможности тут у меня бегает алиска и отвлекает меня так что я иногда буду отвлекаться так давайте начнем наверное мама мне тут подкинула две баночки это вот такой крем на дому черный жемчуг довольно известный это дневной питательный крем в общем то я могу сказать только что ей понравился вот баночка пустая ну пустая у меня тут подсохла но это не важно в общем ей крем понравился еще был вот такой вот не думаю что ну может быть кому-то будет знакомым производство new way довольно известная но закрытая фирма наряду с теми же ави флэймами и фаберликами только туда сложно попасть вот тут как бы она не может ничего сказать потому что он у нее давно уже стоит но я могу сказать что это не совсем крем то есть он конечно крем но не скорее как уходовая именно лекарственная косметика ну как сейчас модно говорить био что ли бионатуральная в общем здесь в инструкции то есть ничего нет на русском языке кроме инструкции и в инструкции написано что кремом нужно пользоваться ровно 21 день два раза в сутки утром и вечером после этого сделать перерыв на 7 дней и повторить если потребуется по сути это средство для подтягивание кожи вот но тут опять же ничего не могу сказать потому что вам уже не помню вот давайте теперь перейдем на всякое мое мои пустые банки значит вот такой у меня гель для душа был из арифлейта в общем я покупала серию там они разноцветные были оранжевые вот этот был зеленый но все подсветка в бачках розовый и в принципе эти самые ароматы тоже у всех по цвету но тут это был у меня гавайский пляж ну что могу сказать больше я не буду арифлейта покупать здесь для душа я их брала только потому что у меня подружка там знакомая по работе там работала и меня тоже туда посадила но я у них практически ничего не заказываю уже больше двух лет наверное и в принципе мне уже ничего не надо у меня такие запасы что стоило мне отвлечься как она полезла в банки стеклянные в общем зачем я остановилась запахалась я моя короче брать мне больше ничего не буду по сути брала это только потому что со скидкой и в общем то никакого плюса в этом гелия для душа нету пахнет он приятно только когда вы его вот так вот открываете и нюкаете он и сейчас пахнет приятно хотя его там уже совсем даже нету ни капельки вот когда вы им моетесь запаха практически нет очень очень тонкий запах на поверхности кожи все то есть в принципе от него никакой пользы нету так что у нас может быть еще арифлеймовская а так арифлеймовская у меня еще вот таких два дезодоранта шариковых мне не понравится они практически полные не знаю мне эти два запаха не понравится jordani gold и valare что ли не знаю как это читается в общем вот этот какой то непонятный запах ну золотой а этот чем то не знаю вроде как должен напоминать персик но ни фига не напоминает какой то он странный очень в общем ну и как ложится тоже не понравилось наверно буду отдавать потому что они фактически полные здесь сколько у нас 50 миллилитров и можно сказать я вообще ими не пользовалась так что буду кому нибудь отдам так также у нас что еще такое из арифлейма чтобы уж закрыть эту тему а еще вот это вот да это как крем для рук ну ну решим не знаю что это такое в общем я думаю что известный довольно лицкий крем совершенно ужасный дарила его маме он полный практически им никто не пользовался ну не знаю плюсов никаких одни минусы он жирный ложится пленкой эта пленка липкая не впитывается ощущение что намазано не знаю воском руки намазал то есть прям такая как неприятная субстанция на руках здесь 150 миллилитров буду отдавать потому что мне он ну даже мне он не нравится мама вообще и мне ну один раз попользовалась поняла что это г и и вообще арифлеймс меня стала разочаровывать так затем давайте значит вот такая паста я вообще перешла раньше пользовалась а боже как она называется там а новый жемчуг вот сейчас перешла на склад и как бы минусов вообще нету эти пасты одни только плюсы я ее обожаю она уникальна она самое главное что она сделана по ГОСТу а не по ТУ а вот это наверное самый большой плюс и дальше идут самые разные плюсы то есть вот я обычно пользуюсь кальциевой а тут вот взяла лаванду сет попробовать а знаете что меня порадовало еще у меня была эксклюзивная версия с брусникой с брусникой не помню как она называлась ну в следующих баночках покажу у меня где-то валяется она а все пасты разного цвета то есть вот какая полоска здесь на коробке такого цвета и паста вот но тут как бы ее нельзя есть то есть ну как есть не в прямом смысле вообще есть а например нужно обязательно ее смывать то есть нельзя чтобы она оставалась в каком-то количестве на зубах и попадала в пищевод тут даже есть такое же предупреждение на упаковке и также на тюбике ну как бы хорошая паста не знаю рекомендую если у вас какие-то проблемные зубы десны там вот у них огромный выбор разных совершенно паст и для отбеливания и для укрепления эмали для укрепления десен открылоточилости там лечебные какие-то можно подобрать себе любую но паста очень хорошая производится в России нашими нашей молодежи нашими специалистами я очень довольна очень люблю эту пасту пока она не испортилась я надеюсь что не испортится я буду ею пользоваться так какие у нас еще коробочки давайте вот это вот брала фикс прайси да и все больше об этом ничего сказать хорошего не могу а крем крем пользовалась по моему даже в покупках говорила что буду пользоваться каждый день с носочками пользовалась каждый день на ночь естественно у меня не заскорозлые пятки да то есть это отпаленные души все нормально наносила наносила как по инструкции то есть средним таким слоем массажными движениями до того как они до идеального впитывания надевала носочки 20 минут снимала носочки спадла все не могу сказать что у меня улучшились пятки такие же то есть это просто крем ничего в нем такого нету крем для ног обычный крем ничего такого выдающегося чтобы в нем было изумительного ну и короче не могу вам его посоветовать может быть у кого то было по другому ну мы все люди разные у всех кожа разная восприимчивость к каким то кремам и прочим воздействием у всех разная так гель чистая линия для укладки волос не знаю как бы средние отношения практически полные наверное буду отдавать ничего не могу сказать практически не пользовалась очень давно сейчас не занимаюсь всем так вот такой крем гелиус для лица эффективное питание защита витамином С и Е содержит минералы мертвого моря честно говоря не знаю довольно полный тюбик и им практически никто не пользуется мне особо не нравится не могу ничего сказать для лица не знаю просто крем никакого эффекта он не дает так вот такой вот советский тональник балет просто не нужен стал это к викинштейнам наверное можно отнести он тоже фактически полный и тоже не нужен а такой не очень чистый тюбик ну хотя полный довольно странный тюбик вечерний крем биокрем вечерний называется ну тоже буду отдавать он полный так вот такой вот был ночной очищающий крем для лица от бабушки агафьи не знаю почему такой грязный тюбик но это не важно наверное просто где то рядом не валяться ну тоже не могу ничего сказать крем как крем ничего не очищает гораздо проще наверное воспользоваться скрабом и питательным кремом или той же мицелятой вот так что тоже буду отдавать он практически полный вот такой крем для всех типов кожи дневной от морщин подтягивающий но тут не написано как для куда вот ну для лица или для рук или я не знаю зоны декольте ну очень довольно странная вещь для лица мне не понравился ощущение что прям лицо горит как будто меня намазали не знаю муравьиным каким то соком для рук он точно так же ложится пленкой не впитывается буду отдавать надеюсь кому нибудь пригодится так что у нас осталось значит вот такое мыло это как он как он clean and white отбеливающие просто бомба а не мыло вот это надо брать никакой отбеливающий порошок так не стирает как это мыло это нечто вот в одном из видео или где то я в кем то в комментариях переписалась по поводу вот этого мыла из фикс прайса якобы белмолив якобы натурель якобы освежающий якобы летний арбуз само мыло оно такое знаете как как это называется не мыльная основа а мыльный гель что ли оно прозрачное такое полупрозрачное обалденно пахнет арбузом очень классно и вот когда заходите в ванную тоже прям арбузом пахнет запах ну такой приятный что просто ох но когда вы помоете руки руки воняют я не знаю даже чем у меня даже ассоциаций нету что это за запах так что в качестве ароматизатора для ванной это мыло идеально для рук если только муж пришел с работы у него руки все в масле ему все равно чем мыть вот можно этим мылом так тоже давайте из их прайса вот такая штука брала не знаю где то наверное год назад если не больше как видите я израсходовала всего чуть-чуть это что-то типа спрей для тела с ароматом клубники мне не понравился очень сладкий очень навязчивый буду отдавать так дальше переходим а еще вот вот значит золотая линия гель против целлюлита у меня есть скажем так и средние по цене и очень дорогие такие гели для тела и растягивающие и подтягивающие и питательные вот именно конкретно для целлюлита они все довольно странные по свету и по запаху ну и этот не исключение хотя он был дешевый из категории совершенно дешевых ну в пределах двухсот рублей он цвета детской неожиданности чтобы мягко говоря запах вообще неприятный ну они все одинаково воняют даже не пахнут а воняют эти прима поэтому вот этот не понравился абсолютно никакого эффекта причем он липкий после того как высохнуть он не впитывается он практически полный буду отдавать так еще у нас так а все поняла думала что это одно и то же вот такой крем мне его подарила бабушка очень очень давно но у него нету никакого срока годности написано что сделано в италии никаких других опознавательных знаков там какого срока ничего все на английском или не знаю на итальянском ничего не понимаю это крем для депиляции ну не знаю мне не очень потому что у меня жесткие волосы везде жесткие волосы и удалить их кремом довольно сложно как видите он довольно полный наверное буду отдавать ну может быть попробую еще потому что с годами все таки меняется как то организм и структура как бы и волосы и там структура ногтей и зубов и так далее то попробую ну если нет то буду отдавать так потом вот этот тоже мне по-моему кто-то подарил это на современный лад как это антиперспирант называется типа как освежитель для тела или что-то в этом духе но в виде крема то есть вы его открываете вот он здесь такой беленький он фактически не использован тоже то есть вот эта вся емкость она полная вот там видно такие мазки вот ничего не могу сказать хорошая вещь но запах странный у самой этой штуки хотя сейчас она постояла вроде ничего пахнет посмотрим ну если не понравится опять же буду отдавать так что у нас хорошее вот такую вот маску глиняную брала в по-моему олгуд что ли ну в общем не помню у них была распродажа и я что-то решила попробовать просто не знаю отвратительная во-первых она была в пакетике и в сухом виде то есть нужно было ее разбавлять жирным кремом по инструкции а верни как она даже нет она не была сухая сутываешь другой не была сухая она уже была разбавлена чем-то и была в пакетике в прозрачном вот здесь вот внутри но я ее покупала то есть это не знаю год назад она была свежая то есть вот только-только изготовлена даже вот ну да я где-то в прошлом году ее покупала срок годности даже нет не в прошлом году весной в этом году я уже годность у нее до августа 2017 аж то есть еще год вот эм но несмотря на то что она должна была быть кремообразная она была сухая то есть уже пересохшая мне пришлось расправлять ее своим кремом для лица причем жирным и питательным обязательно тут по инструкции написано что если маска густовато то разбавьте ее жирным и питательным кремом вот ну что я нашла я взяла вечерний крем для лица который у меня был в остатках и использовала его потому что он уже кончался и не особенно мне нравился ну и маска тоже она с кучей всяких масел тут дуб хвощ липа тысячелистник яблоко лимон облепиха жужуба это все масла честно говоря первый раз когда делала мне не понравилось у меня опять же все лицо горело я думала что у меня температура то есть было такое ощущение от этой маски где-то 15-20 минут с ней надо сидеть потом она отваливается с вас корками и после этого вы просто умываетесь и пользуетесь своим каким-то питательным кремом углажняющим не понравилось но не знаю может быть это просто на мой тип кожи мне не понравилось а кому-то понравится больше затем также о масках уже в принципе кончается Использовала две вот такие вот маски. Одна с огурцом, другая с оливой. С огурцом могу сразу сказать, что опять же мне понравилось. И у меня был где-то крем огуречный тоже для лица. И могу сказать, что мне не нравится. У меня прям очень такие негативные ощущения на лице. Из-за этого такое, ну как бы не знаю даже, ощущение, что меня обожгли чем-то по лицу. И у меня все горит и щипит. Это почему-то огурец. А вот это очень понравилось, расслабляет какое-то прям ощущение, не знаю, свежести. Как будто себе кожу сняли и надели другую, новую, более совершенную, какую-то более нежную, более, да, приятную на ощупь. То есть она даже сама по себе становится более нежная, такая шелковистая. И сами ощущения отмазки. То есть ты расслабляешься, такая небольшая прохлада какой-то прям и запах более приятный, чем у огурца. Вот. И еще две вещи. Одна очень хорошая, другая очень плохая. Вот такой вот, так сказать, пластырь для носа от черных точек. Брала очень давно в фирме Тиан Де. По-моему, какая-то индийская, что ли. Не знаю, вообще не буду врать. У них тоже довольно дорогая, такая, скажем, премиумная косметика. Не из дешевых. Ну, я бы сказала, что она на одном уровне не с Фаберлик, потому что цены примерно такие же. А, брала вот такой пластырь, значит, черный и белый. Черный вообще Г. Я могу показать, если увидите. Вот он стал вот такой вот. Он скалючился весь. И стал вот таким каким-то непонятным пористом, шершавым. По инструкции он должен был приклеиться. Вот. То есть вы мочите нос водой, приклеиваете пластырь, и он прям приклеивается, как пленка такая. И все. И он намокает, пропитывается влагой, намокает. И ждете там 15-20 минут, пока он сам не начнет отковыривать. То есть он сохнет и сворачивается. Как только он начинает это делать, вы его тянете и снимаете. И все у вас типа должно сняться. Вот с черным пластырем у меня ничего не вышло. У меня есть еще один. Попробую еще раз, но сомневаюсь. А, как бы черный мне не понравится. Полное дерьмо. А вот белый, это просто божественная вещь. Белый повел себя действительно так, как должен был бы. Но, к сожалению, моя камера не передаст, наверное, настолько, как бы близко, настолько мелкое изображение. Но белый пластырь, он действительно вытащил на себя все эти точки. Всю эту грязь из носа, которая там была. То есть у меня все здесь привитло. Ну, я думаю, что может быть видно даже на свет вот такие серые пятна здесь. Это вот эта вот вся грязь из носа. В общем, белый, это просто божественная вещь. Он действительно работает. Черный, он совершенно... Совершенная фигня. Вот, вот такие были баночки. Надеюсь, что вы не заскучали за это длительное время. И постараюсь, наверное, в следующие разы более короткое делать видео. Но мне просто хотелось именно рассказать свое мнение по каждому товару. И стоит его все-таки брать или нет. Но тут тоже мнение лично мое. И тут уже как бы лично ваши отношения также важны. Потому что вы человек другой, у вас другая кожа, другие потребности. Это тоже нужно учитывать. Все люди разные. У всех по-разному на разную косметику реагирует кожа и организм. В общем, в целом, такой сегодня мой был красненький относительно обзор пустых и не только баночек. И постараюсь в следующих выпусках делать его чуть-чуть покороче. Но не менее интересно, я надеюсь. И если вам все понравилось, ставьте пальчики вверх, оставляйте комментарии. Может быть, каким-то средством вы тоже пользовались. И у вас есть свое мнение на этот чат, обязательно мне напишите. И не пропускайте новых видео, подписывайтесь. Пока-пока.